Сергею и Юле можно было только позавидовать. Красивая молодая пара уверенно шла по жизни. Поженились ребята, когда заканчивали институты. Серёжа Политехнический, его невеста Экономический, один из лучших выпускников, молодой человек сразу получил хорошую работу с перспективой карьерного роста. Юля устроилась бухгалтером в косметическую компанию. Конечно, они ещё не могли позволить себе всё, что им хотелось бы, но во многом и не отказывали. На новогодние праздники могли слетать в Австрию, на горнолыжный курорт, а летний отпуск проводили в солнечной Испании. Оба посещали спортивный клуб, чтобы поддерживать себя в форме, были у них и любимые рестораны. И хотя своим жильём молодая пара за пять лет брака обзавестись ещё не успела, но определённую сумму ребята уже отложили. Пока же, они считали, им повезло со съёмным жильём. Квартиру сдали знакомые Серёжиных родителей. Просторная, трёхкомнатная, в центре города, с хорошим ремонтом. Словом, живи и радуйся. И плата была умеренной. Знакомые сделали скидку как своим. Ближайшие планы Юля сформулировала для себя чётко. Через пару лет у них будет собственное жильё. Скромную десятку они заменят на более престижный автомобиль. Сергей пойдёт на повышение, а она, напротив, уволится, потому что пора будет подумать о детях. Но, как известно, Бога своими планами можно только рассмешить. Правда, Юля была совсем не до смеха. Она ушам не поверила, когда в тот день ей позвонил коллега Сергея. Ты только не волнуйся. Там, оказывается, не были закреплены поручни. Его повезли в четвёртую городскую. Врачи говорят, что надежда есть. Из сбивчивого рассказа Николая Юля поняла, что муж сорвался в цехе с большой высоты. Скорая приехала быстро, и сейчас, скорее всего, Сергей уже в больнице. Те, кто попадал в травматологию, знают, лечение там долгое, болезненное. Сергею пришлось перенести операцию. Потом начался восстановительный период. Больница находилась в другом конце города, и часто навещать мужа Юля не могла. В мужской палате постоянно находился кто-то из родственников, потому что лежачим больным трудно было обслуживать себя. Чужие мамы и жёны, жалея Сергея, подавали ему судно, угощали домашней едой, а когда он начал вставать, помогали дойти от кровати до двери и обратно. Врачи предупредили, что повреждённый позвоночник восстановится, но на это потребуется много времени. И, конечно, денег. Нужны лекарства, индивидуальные занятия лечебной физкультурой, массаж. Хорошо бы поехать в санаторий. После выписки молодого человека отправили на длительный больничный. Вот только пунктуально следовать рекомендациям медиков не получалось. Денег не хватало. Препараты пришлось заменять на самые дешёвые отечественные аналоги, физкультурой заниматься дома, отыскав подходящие упражнения в интернете, а про санаторий Сергей и думать не мог. Доходы семьи резко сократились, и образ жизни сразу изменился. Теперь нужно было в первую очередь заплатить за квартиру, выделить необходимую сумму на покупку продуктов, на бензин. Прекратились походы в рестораны, билеты на концерты модных исполнителей стали казаться очень дорогими. Юля уже не могла покупать себе вещи в тех магазинах, в которых привыкла. Если хотелось обновить гардероб, приходилось посещать распродажи, присматриваться к товарам, которые продавались со скидками. А впереди маячило лето, и поехать в вожделенную Испанию было теперь все равно, что полететь на другую планету. Абсолютно недостижимая мечта. «Разве это жизнь?» — с тоской думала Юля. Она пыталась экономить на хозяйстве, но получалось это плохо. Составлять меню из дешевых продуктов, стоять подолгу у плиты, чтобы получилось не только сытно, но и вкусно, она вовсе не была готова. Но и впроголодь жить тоже не хотелось. Юля теперь все раздражало. И то, что ежемесячно приходилось отдавать определенную сумму за аренду квартиры. И что требовалось относить в аптеку деньги за лекарства для Сергея. А самое главное — тот факт, что мужа надо было беречь. В конце концов, он мужик. Глава семьи. Должен сделать так, чтобы мы ни в чем не нуждались. А иначе это безнадега какая-то ночами плакала в подушку Юля. И она почти каждый день требовала у Сергея, чтобы тот искал подработки. Все равно, мол, дома сидишь. Так вкалывай. «Мне еще нельзя сидеть!» — растерянно пытался отшутиться Сергей. И действительно, врачи разрешили ему только стоять или лежать. А перегрузишь спину — начинались невыносимые боли, которые не снимали никакие лекарства. И все равно он пытался сделать, что мог. Чертил дипломные работы студентам, брался за разные проекты, но работал стоя. Какой-то дополнительный доход это приносило, но все равно с Юлиной точки зрения было не то. И тогда дошла очередь до неприкосновенной заначки на будущую квартиру. Юля начала брать из нее разные суммы. То побольше, то поменьше. То на новые сапоги, то на косметический кабинет, то на бутылку французского коньяка. Крепкий алкоголь стал для нее постепенно жизненно необходимым. Юле казалось, что только благодаря ему она терпит этого бесхребетного рохлю. Так теперь она именовала мужа. Ишь, спинку свою бережет. Между тем приближался юбилей Юли. Ей исполнялось 30 лет. Она уже давно мечтала о том, как отметить эту дату. В загородном ресторане на берегу реки. Здесь был даже свой маленький зоопарк. По дорожкам расхаживали павлины, а в пруду плавали лебеди. И Юля решила не отказываться от задуманного плана. Она купила в модном бутике нарядное платье, пригласила гостей. Не все знали о переменах, которые произошли в жизни молодой семьи. Друзья и знакомые обрадовались возможности провести вечер в таком красивом месте. И были тосты, дорогие подарки, богато накрытые столы. Юля по привычке еще до начала праздника выпила большой бокал коньяка. Но почему-то он ее не успокоил, как обычно. Не привел в благодушное настроение. Вид у Сергея был далеко не лучший. Он побледнел, сильно похудел. Костюм просто висел на нем мешком. Подарок жене он смог сделать достаточно скромный. Золотые сережки. И еще он купил букет ромашек. Это была традиция, ведь когда они с Юлей познакомились, оба были еще студентами. Карманных денег в обрез. И на первом свидании молодой человек преподнес девушке ромашки. В этот раз, принимая цветы, Юля только губы поджала. Потом, правда, не сдержалась. «Но куда я этот веник дену?» – прошепела она. «Ты посмотри! Другие принесли розы, лилии, орхидеи. И рядом с этими шикарными букетами будет стоять эта радость полевая. Давай мне!» – протянула руку Алена, подруга Юли. «Я сейчас у официанта вазочку попрошу, и пусть цветы на нашем столе стоят. Они такие красивые». Когда, наконец, дело дошло до застолья, Юля, прищуренными глазами, смотрела, как Сергей накладывает в свою тарелку салат, а потом берет бутерброд с красной икрой. «Ты на такую еду не зарабатываешь», – сказала она, выхватывая у мужа тарелку. «Вон хлеба возьми, да огурчиков. Это да, это по теме. Кто не работает, тот не ест». Сергей видел, что жена уже изрядно опьянела. Кроме того, он не хотел портить ей праздник. Они поговорят потом, завтра, без посторонних. Ему удалось справиться с уязвленным самолюбием. Улучив минуту, Сергей незаметно выбрался из-за стола и покинул праздник. Застолье еще продолжалось, так что он уходил один. До трассы, где была автобусная остановка, нужно было идти минут пятнадцать. Сергей шел медленно, погруженный в свои мысли. Внезапно за спиной он услышал шум машины. «Давай я тебя подвезу», – окликнула его Алена. «Я тоже решила оттуда удрать. Там уже все пьяные, не очень-то приятно с ними сидеть». Сергей подумал несколько секунд и принял предложение. «Только я не знаю, куда мне сейчас», – признался он. «Ключ у Юли, а под дверями сидеть не хочется. Да и не тянет меня что-то домой». Алена серьезно посмотрела на него, кивнула и тронула машину с места. Потом она остановилась возле магазина и вышла, чтобы купить мороженое. «Мы же с тобой остались без десерта», – пояснила она. «Поехали. Посидим у меня. Ты же еще ни разу у меня в гостях не был». Алена жила на окраине города. Небольшая светлая квартира с окнами в тихий двор, сирень под окнами. Они засиделись за разговором до позднего вечера. А потом Алена по лицу Сергея увидела, что ему не по себе. «Спина разболелась», – спросила она. «Полежи на диване, отдохни, а я чай поставлю». Но чая Сергей не дождался. Заснул. Он крепко спал до самого утра. Удивительно, дома у него так никогда не получалось. Просыпался, ворочался, пил обезболивающие таблетки, а тут он встал, отдохнувший, с ясной головой. И первое, что сделал, позвонил Юле. «Ты ничего не хочешь мне сказать по поводу вчерашнего?» – спросил он, надеясь, что жена захочет извиниться. У Юли был заспанный и раздраженный голос. «Ты сам все понял. Из мужика превратился в нахлебника. А я, извини, неблаготворительная организация. И так копейки зарабатываю, двоих точно не потяну. Так что отправляйся, дорогой, на вольные хлеба. Я дальше содержать тебя не собираюсь». К тому времени, как Сергей приехал, Юля уже собрала его вещи. Вместе с зимними получились две спортивные сумки. Видимо, Юля не сомневалась, что все совместно нажитое имущество Сергей оставит ей. И половину суммы, отложенной на квартиру, тоже не потребует. Юля еще колебалась, отдавать ли ключи от машины, но Сергей ее опередил. «Я на такси», — сказал он, давая понять, что на автомобиль не претендует. Он вернулся к Алене. Просто так получилось, что идти ему больше было некуда. Родители жили далеко, друзьям не хотелось признаваться в своем семейном фиаско, разве что в гостиницу. Но Алена сама сказала, «Приезжай, я тебя жду. Поговорим, все обсудим». Но обсуждать ничего не пришлось. Как-то так с самого начала получилось, что общались они как старые друзья. И скоро уже Сергей, вспоминая забытые навыки, увлеченно чинил перегоревший чайник и рассказывал, что через две недели ему должны закрыть больничный, и на работе его очень ждут. Через три месяца Юля и Сергей официально развелись. Процедура заняла немного времени. Бывшая жена насмешливо взглянула на Алену, которая тоже пришла в ЗАГС. Выражение ее лица говорило само за себя. Подобрала этот чемодан без ручки, теперь мучайся. Потом они на какое-то время потеряли друг друга из виду. Сергей и Алена сыграли скромную свадьбу, славно отдохнули на турбазе в Карелии, много бродили по тамошним лесам, любовались озерами, старинными деревнями. В конце отпуска выяснилось, Алена ждет ребенка. Супруги были этому бесконечно рады. Они не ждали подходящего времени для того, чтобы обзавестись малышом. Сергей работал. Алена, которая давно мечтала стать мамой, все свободное время проводила, готовя приданное, обустраивая детский уголок. А потом в семье практически совпали два радостных события. На свет появился сын Ванечка, а Сергей получил то самое повышение, которого давно ждал. Теперь он был одним из заместителей генерального директора. Следом пришло и материальное благополучие. Хотя супругам не хотелось покидать ту самую маленькую квартиру Алены, полученную ею от бабушки. Здесь они провели столько счастливых минут, разговаривали, строили планы, любили друг друга. И все же они начали мечтать о собственном доме где-нибудь в пригороде. Когда Ванечка подрос и пошел в первый класс, у них уже был собственный двухэтажный коттедж над рекой. На машине до города 20 минут. И в один из теплых дней бабьего лета они всей семьей отправились в центральный городской парк. Покатались на колесе обозрения и на разных качелях-каруселях наелись от души мороженого. Потом Алена и Сергей шли по аллее, взявшись за руки, а Ванечка убежал вперед. Неожиданно он вернулся. «Пап, мам, дайте деньгу, там бедная старушка просит, кушать хочет. Пойдем, я покажу». И схватив отца за руку, он потащил его вперед. Возле очередной стекляшки, где продавали пирожки и соки, стояла женщина с одутловатым лицом. На ней был ветхий плащ, на ногах стоптанные туфли. К своему изумлению, Сергей узнал в ней Юлю. Она очень постарела, или на внешности сказался алкоголизм, но ее действительно можно было принять за старушку. Сергей невольно испытал чувство жалости. Он достал из кошелька пятитысячную купюру, молча сунул Юле в карман плаща и поспешил уйти. Юля долго смотрела вслед удаляющейся семье, и по ее иссохшим щекам текли слезы.